Хороший день. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Татьяна Гоглуб, ты меня не знаешь. Очень приятно. Скажите, пожалуйста, вот ваше личное мнение о протестах у нас в Кишиневе. О протестах в Кишиневе и не только. Вообще, я только за протесты, которые происходят сегодня везде. И не в Кишиневе, и по всей Молдавии, и по всей республике. Я считаю, что протестовать надо. При том, что, может быть, пока что, во всяком случае, особых результатов нет. Но выходить на протест или скажуть свое мнение, второго надо. Поэтому я здесь. Я далеко не адепт и не сторонник платформы ДАХ. Совсем, можно сказать. Но я пришла сюда, во-первых, посмотреть, что они будут декларировать со своей сцены. Во-вторых, просто потому, что я знаю, что основная часть населения, основная масса людей, недовольна тем, что происходит у нас сегодня. И поэтому я здесь. Удивляюсь тому, что нет усатого со своей партией. Я против того, что нет Дадона со своей партией. Вот эта вот причина того, что сегодня верное воскресенье, вы мне извините, с каких пор Дадон такой верующий. Поэтому я задаю себе вопрос. Но не только в этом дело. Дело в том, что для того, чтобы что-то изменить, надо что-то делать. Под лежачий камень вода не течет. Протестовать надо 100%. Искать людей, которые могут поставить правильно задачи, которые могут возглавить правильно протесты. Ну и, наверное, идти с ними. Я ищу таких людей. Ну вы таким человеком являетесь. Я знаю, что вы уже лет 10 занимаетесь правозащитой деятельности. Нет, где только я не протестовала, где только я не была. Да. Расскажите, пожалуйста, немножко об этом. Да, это защита потребителя. Вот-вот-вот на днях должен созреть новый вариант, насколько я поняла, новый вариант закона. Как раз по защите прав потребителей. То есть нас хотят еще раз урезать, отрезать возможность вообще людям защищать свои права как потребителей. Если господин Гимпу, его заслуга в том, что он в свое время настоял убрать статью 28 из защиты потребителей, где было четко расписано, кто как отвечает. То есть экономические агенты, те, кто предоставляет услуги, каким образом можно их привлечь к ответственности. То есть оштрафовать, наказать и так далее. Это было убрано успешно во времена Гимпу, который был в парламенте спикером, по-моему. Сейчас также успешно готовится еще следующий шаг. То есть я понимаю, что наши бизнесмены сидят в парламенте, они лоббируют свои собственные интересы. А сейчас речь идет о том, что каким-то образом они должны придумать закон, чтобы потребитель за свой счет проводил экспертизу. То есть отрезаются все возможности человеку действительно, в действительности защищать свои права. Вот я хочу сейчас посмотреть на депутатов-социалистов, открыто говорю. Господин Дадон и все остальные, которые там сидят в парламенте. Я хочу услышать, что вы думаете по этому поводу, раз, что вы собираетесь сделать с этим, два, и как вы собираетесь защищать наши интересы, наших граждан, то, что вы везде говорите. Вот конкретно этот вопрос меня очень волнует. Потому что это уже не первый закон, который протаскивают в парламенте потихонечку, чтобы люди об этом не знали, но это идет только во вред нашим гражданам. Вот здесь я буду требовать со всем, кто там сидит, чтобы они работали, а не только обещали и флажками махали. Еще, что касается этого. Вот конкретно по сегодняшнему протесту, какие у вас остались после него впечатления? Ну, я сразу, как только пришла, пожалуйста, сразу первый момент. Почему мой платат на русском языке, а не на румынском? Я попыталась, да, мне объяснить, чтобы говорить на болгарском, на румынском языке, но она не поняла. Я так думаю, что здесь большая часть таких же людей... Ну, нет, в любом случае, я здесь была, есть, протестовала и буду протестовать. Думаю, что пока что только декларативное. Пока что только нам восславляет тот же гражданский форум. Ну, мы помним гражданский форум, я его тоже помню. Я далеко не в восторге, чтобы не сказать больше. Поэтому я буду ждать, что будет дальше. Я немножко понимаю, что тут пытаются нам преподнести в форме протеста. Что пытаются сделать лидеры, собрав кучу людей массами. Потому что, правильно, сегодня самый лучший мотив, на котором можно сказать, это на недовольстве людей и ненежным положением вещей. И, конечно, люди приходили, приходят и будут приходить протестовать. Я сегодня сказала, они еще не устали. Все равно будут. Мы те, кто будет протестовать. Другой вопрос, к чему эти протесты будут вестись и к чему эти протесты дадутся. За хорошее я всегда буду к этому, я всегда протестую там, для меня интересные идеи, мысли, лозунги. Сегодня я еще не толковых лозунгов не услышала, честно сказать. Да, кроме того, что уже спорю. Спасибо большое.